Если ты хочешь увидеть себя в моем видео, то присылай селфи на имейл, указанный под видео. И в конце каждого видео твое селфи увидят тысячи. А также у тебя будет возможность оставить свой инстаграм для того, чтобы на тебя подписались. Поэтому при посылке селфи обязательно оставь свой инстаграм, и я размещу его в описании под видео. 10 удивительных фактов, о которых вам никто никогда не расскажет. Только на iSmart TV вы узнаете самое интересное. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Почему пивные бокалы бывают разных форм и размеров? Почему у клоунов красный нос? Кто придумал Карлсона? И еще много интересных фактов ждет вас в этом видео. Всем привет, вы на канале iSmart TV. Пивные бокалы. Многие могут посчитать, что разнообразие бокалов необходимо для того, чтобы производителям заработать больше денег. Но настоящие любители пива должны знать, что это не просто так. Конечно, в производстве стеклянной посуды присутствует коммерческая цель. Но если посвятить данной теме немного времени, то можно заметить, что все гораздо серьезнее. Цвет, запах и вкус пива изменяются при попадании в бокал. При чувстве напитка ваши рецепторы начинают усиленно работать. Оттенки становятся более акцентированными. Цветовая гамма переливается, позволяя вам более полно насладиться пивом. Ученые утверждают, что форма бокала влияет на пенообразование и стойкость пенной шапки. Зачем это нужно? Пена является своего рода сетью, улавливающей летучие компоненты пива. Что такое летучие вещества? Это вещества, образующие аромат пива. Поэтому в бокале, в котором образуется хорошая плотная пена, сохраняется больше вкусовых и ароматических качеств пива. Так как у разных сортов пива разные пены и шапки, то и бокалы для каждого сорта нужны свои. А какой бокал используете вы? Обязательно напишите в комментарии. Ответов может оказаться множество. В Европе, особенно в Бельгии, для каждого сорта должен быть свой бокал. Некоторые пивоварни даже изобретают бокалы для пива, которые еще не придумали. И в каждом уважающем себя баре будет бокал для каждого сорта, который там продается. И еще знали ли вы, что не следует замораживать бокал? И нельзя пить пиво из-за леденелых бокалов. Когда пиво попадает на подмороженное стекло, образуется конденсат, что делает пиво водянистым. И еще из-за этого изменится температура поданного пива. Мойте всю посуду руками. От посудомоечных машин может появиться осадок, что повлияет на пену, запах и вкус пива. Используйте мягкое мыло для мытья посуды. Если уж вы хотите грамотности во всем, то мойте стакан отдельной губкой, чтобы не переносить жир. Сушите стаканы на воздухе. Не протирайте бокалы полотенцем. Частички ворса и пыли могут сказаться на образование пены. Напишите обязательно в комментарии, что вы думаете об этом. А мы переходим к следующему факту. Кондиционеры. Первый в мире кондиционер появился в 1929 году. Произведен он был компанией General Electric. В качестве хладагента в устройстве выступал аммиак. Это вещество уже тогда было известно своей чрезвычайной опасностью для здоровья человека. Именно поэтому компрессор-кондиционер, выполняющий охлаждение воздуха, был вынесен в отдельном блоке, за пределы помещения на улицу. Таким образом, первый кондиционер представлял собой, по сути, сплит-систему. Безопасные же Freon стали использовать только с 1923 года. Это новшество позволило наладить выпуск моноблочных кондиционеров, отдалив начало эры сплит-системы. Самая жаркая часть света – это Африка, которая сегодня занимает пятое место в рейтинге по объему закупок кондиционеров в год. Обогнать африканскому континенту удалось лишь Антарктиду и Антарктику. Но в этих частях света населенность стремится к нулю, а потребность в кондиционерах полностью отсутствует. Иудеям строго запрещено пользоваться кондиционером в субботу. Впрочем, как и любой другой техникой во время шабата. Точнее, запрещено включать его или менять настройки. Обходя эту хитрость, большинство семей просто не выключают какую-либо климатическую технику в пятницу. Дельфины. Дельфины – это млекопитающие подотряда зубатых китов. В настоящее время насчитывается около 30 видов дельфинов. Среди них самые популярные – касатки, дельфин, черный дельфин, сусуганский. В воде дельфин развивают скорость до 50 км в час. Ученые до сих пор разгадывают тайны энергоскоростных способностей дельфинов. Мы представляем дельфинов, прыгающих из воды. А почему они это делают? Раньше считалось, что так называемые дыхательные упражнения. Ведь у дельфинов ни жабра, а легкие. И при прыжках они набирают больше воздуха. Канадские ученые установили, что прыжки помогают еще и экономить энергию. В 1930-х годах огленчанина Джеймса Грей удивила необычная высокая скорость плавания дельфинов. Произведя необходимые расчеты, Грей показал, что по законам гидродинамики, для тела с неизменным свойством поверхности, дельфины должны были обладать в несколько раз большей мышечной силой, чем наблюдалось у них. Соответственно, он предположил, что дельфины умеют управлять обтекаемостью своего тела. У дельфинов есть мощный гидролокатор, который позволяет обнаружить предмет величиной в сливу на расстоянии 15 метров. Благодаря этому они быстро находят пищу и даже в мутной воде. Знали ли вы, что дельфины не спят? Во время отдыха они могут отключать то левое, то правое полушарие. То есть половинки мозга спят по очереди. Мозг взрослого дельфина весит около 1700 граммов, а у человека 1400. У дельфинов в два раза больше извилин в коре головного мозга, чем у человека. Банан. Банан – это ягода. Банановое растение – крупнейшее растение, не имеющее твердого ствола. Стебель банановой травы иногда достигает 10 метров в высоту и 40 сантиметров в диаметре. На одном таком стебельке висит, как правило, по 300 плодов общим весом 500 килограмм. Бананы бывают не только желтые, но и красные. У красных более нежная мякоть. И перевозку они не переносят. Сейшельский остров Мао – единственное место в мире, где растут золотые, красные и черные бананы. Местные жители их, конечно, едят. Это гарнир, который подают комарам и моллюскам. В бананах содержится больше витамина В6, чем в других фруктах. Известно, что этот витамин несет ответственность за хорошее настроение. Банан почти в полтора раза питательнее картошки, а в сушеных бананах в пять раз больше калорий, чем в сырых. В одном банане содержится до 300 миллиграмм калия, который помогает бороться с повышенным давлением и укрепляет сердечную мышцу. Каждому из нас в сутки требуется 3 или 4 грамма калия. Покупая бананы, как и другие фрукты, нужно обращать внимание, чтобы на кожуре не было пятен. Их можно покупать недозревшими, и они дозреют дома. Клоуны. В переводе с английского слово «клоун» переводится как «деревенщина», «неотесанный», «невоспитанный человек». Раньше клоунами обычно называли «пьяниц» и «бедняков». Отсюда и традиционный «красный нос», который стал обязательной деталью образа клоуна. Самым известным клоуном Англии считается Джозеф Гримальти. Именно он впервые выступил в образе клоуна с белым лицом. Карлсон. Идею создания Карлсона, который живет на крыше, писательнице подсказала дочка. Однажды Астрид услышал рассказ о том, что когда девочка остается одна, к ней в комнату через окно влетает маленький веселый человечек, который прячется за картину, если входят взрослые. Так на свет появился Карлсон, красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Если верить шведской Википедии, советские мультики про малыша и Карлсона были первой экранизацией бессмертного произведения Астрид Линдгрен. К сожалению, экранизированы были только две книги из трех. Кстати, «Брэйкин Бок» в советском мультфильме рисовали по образу Фаины Раневской, которая эту роль и озвучила. В Швеции фамилия Карлсон третья по распространенности. Синдром Карлсона – психологическая особенность детей от трех до семи лет, испытывающих потребность в воображаемом друге. Вопреки советскому мультфильму, в книге нигде не упомянуто, что самая любимая еда Карлсона – варенье. Согласно книге, самое любимое блюдо Карлсона – это мясные тефтели и торт со взбитыми сливками. Ну а мне остается пожелать вам только лишь удачного дня. Не пропускайте новые выпуски и обязательно ставьте лайки. Всем пока, с вами был Смартик. Хочешь раскрутить свое видео и сделать его популярным? Для этой цели создан сервис Vibum. Выбирайте аудиторию, возраст, количество просмотров, и ваше видео будет размещено на самых популярных площадках Рунета, таких как Facebook, Одноклассники, ВКонтакте. После ваше видео начинает набирать настоящие, а не накрученные просмотры. Ссылочка на Vibum будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok